В ходе поездки в нашу область Владимир Машков также встретился с работниками культуры. Участники творческой встречи побеседовали о роли театра, о необходимости сохранения нашего языка, о тщетных попытках в некоторых зарубежных странах отменить нашу культуру. Подробности далее. В Тверском академическом театре драмы Владимир Машков встретился с культурными деятелями и сотрудниками. Центр притяжения всех культурных событий встретил знаменитого актёра и режиссёра очень тепло. Владимир Машков начал своё выступление со слов о том, что очень рад быть в Твери. Народный артист России вспомнил имя своего наставника, легендарного актёра Олега Табакова. Рассказал о том, как стал художественным руководителем театра, отметил высокую роль театрального искусства в жизни людей. Подобные встречи — это уникальная возможность задать интересующие вопросы мэтру актёрского мастерства. Как у вас происходит процесс поиска, когда не приходит вдохновение? Если вы ждёте какого-то, это ещё называется, наэтия, оно не придёт. Наша профессия — это ежедневный труд. По мнению народного артиста, актёр должен непрерывно совершенствовать свои способности, как спортсмен в профессиональном спорте, развивать своё тело, речь и слово. В числе тем встречи была работа Союза театральных деятелей Российской Федерации, которая в настоящее время насчитывает 78 отделений, в том числе Тверское. Владимир Машков обозначил главную задачу по развитию организации — привлечение молодого поколения. Сегодня полный зал, хотя буквально о мероприятии узнали на днях. Это человек, который привлекает свои фигуры и огромное количество людей, человек, у которого надо учиться, который впечатляет и зажигает этой своей энергией, желанием идти вперёд. На встрече обсуждались различные предложения. Среди них — организация программы для бесплатного посещения федеральных театров многодетными семьями и детьми с особенностями здоровья. Особый акцент Владимир Машков сделал на необходимости отстаивать свою национальную культуру в современном мире, где ряд стран стремятся её запретить, а также отметил, что без культуры не может быть и жизни нации.